здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала сегодня у нас 17 июня я решила сделать своей спирейки обрезку потому что люди начали задавать мне вопросы спрашивает лена когда я делаю своим кустарником обрезку какое время насколько я делаю кустарником обрезку насколько я делал это конечно дело каждого дело индивидуальное кто-то вообще не обрезает у кого большие плантации земли да и эти кустарники вырастают очень очень большими вот так как у меня нет столько места столько места поэтому мне приходится делать обрезку своим кустарником обрезку своим кустарником я делаю практически всем своим кустарником как только когда нужно делать обрезку естественно после того как ваш кустарник отцвел, друзья. Это может быть вот эта спирея, которая зацвела раньше, да, и сейчас я буду ее обрезать. Какая-то спирея у меня только-только набирает цвет, потому что спиреи все разные. Я сделала так, посадила свои спиреи, посадила их разными, чтобы одна, допустим, отцвела спирея, отцвела, да, другая зацвела, да, на следующую, то есть на замену приходит третья спирея, то есть получается такой, как бы, своего рода микс, то есть один, второй, третий, то есть не одновременно. Вот так вот я сделала, оформила свой сад, друзья. И теперь я буду показывать, насколько, да, насколько я вам уже сказала, это дело индивидуальное, потому что места нет, и мне приходится, приходится обрезать. А насколько, сейчас я вам покажу, друзья. Взяла я секаторы и буду делать своей спиреи обрезку. Ничего страшного, все это обрастет. Лето у нас еще длинное, поэтому вегетативная масса начнет расти, и уже на побегах, которые обрастут уже на этих побегах, спирея зацветет весной снова. Таким образом, где-то, знаете, ну, я снимаю, наверное, сантиметров, я думаю, 40-30, то есть, ну, вот так вот примерно. Конечно, я сейчас покажу, как я его полностью обрежу, и покажу, какой он станет. Ну, вот, что у меня получилось, да, смотрите, насколько я обрезала свою спирею, где-то она мне получается, ну, почти по пояс, даже чуть-чуть, чуть-чуть меньше. То есть, вот такую я спирейку оставляю. За лето она обрастает снова, где-то вот настолько, да, получится так. И на будущий год, ну, вот то, что она обрастет, заложит новые побежки, да, и на которых уже и будут цветочки у нас весной на будущий год. Вот так вот я обрезаю спиреи. Я говорю, что все кусты, миндальники свои обрезаю. Теперь я хочу обрезать миндаль. Вы знаете, да, что из миндаля я формирую деревце, потому что я не хочу, когда вот этот огромный куст миндаля сидит и занимает столько площади, да, когда можно что-то посадить, какие-то цветочки внизу, а так очень, конечно, интересно. И кто ко мне приходит и видит, когда цветет миндаль, это, конечно, что-то с чем-то невероятное. Это такая красота, просто не передать. И пойдемте сейчас к миндалю. Вот, подошли мы к своему, то есть я к своему миндалю. Посмотрите, какое у меня сформированное деревце. Вот так вот я его, этому деревцу уже, наверное, лет 6 или 7, точно не помню, друзья, но где-то примерно так. Изначально я оставила самый сильный ствол и начала его формировать. Все лишние побежки, которые уходили в сторону, все это я, естественно, прищипывала. Крона поднималась с каждым годом все выше и выше. И вот она достигла. Но крону я хочу сказать, что я ее тоже подстригаю. Почему? Потому что вот она свел, завязались уже шишечки миндалички, орешки вот эти вот пушистые. И сейчас я буду делать обрезку, потому что мне не нужно, чтобы вот так вот очень много, я вам говорю, занимало место, очень громоздко, очень массивно. Я хочу, чтобы все было миниатюрное у меня и красивое. И давайте приступим, как я буду обрезать свой миндаль. Тоже примерно где-то вот на такое, ну где-то так, скажем, сантиметров, наверное, 40. Примерно я говорю. А там вы уже сами смотрите, как вам хочется обрезать, так и обрезайте. Вот что у нас получилось. Смотрите, насколько я обрезала крону у миндаля. Все сухие ветки, все вот эти, которые с прошлого года остались, где-то что-то там подсохло, да, это я все вырезала, друзья. Крону подстригла где-то получается сантиметров, наверное, может быть на 40. Вот так примерно я хочу показать веточки, потому что все веточки разные. Ну где-то, да, сантиметров 35-40, то есть вот так. Вот такая длина, высота мне достаточно. Ну то есть это, конечно, дело каждого, дело индивидуальное. Как хотите, так и формируйте свое, свой миндаль, да, или свой кустарник. То есть я захотела вот так, обрезала вот так, меня это устраивает. За лето, естественно, крона обрастет новыми побежками, которые будут уже тоже цвести на будущий год. Обязательно я вам, ну я и так, в принципе, стараюсь показывать, когда цветет миндаль во взоре сада, это, конечно, красота, что-то с чем-то невероятное. Поэтому такой стоит и запах, и красота. Я говорю, люди приходят ко мне, восхищаются. Вот. Ну, я думаю, что доступно, понятно и ясно, да, как и что я формирую деревца миндаля, как я делаю обрезку своему миндалю. Обрезку я вам еще раз говорю, делаю после отсветения. Как отсвел миндаль, ну вот, где-то обрезку, также делается где-то в середине, конец июня. Можно даже в начале июля еще делать обрезку спокойно. Вот. Кому понравился мой ролик, кому была полезна моя информация, то есть мой опыт, да, ставьте лайки, естественно, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять канал, нажимайте на колокольчик и давайте дружить. Я вас всех люблю и до новых встреч. Пока-пока.